Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Энн и Кирк поженились в Лас-Вегасе в 54-м и сыграли еще одну свадебную церемонию на 50-ю годовщину брака в 2004-м. Покойная была благотворительницей, участвовала в открытии больниц, состояла в совете одной из крупнейших театральных компаний США, Central Theater Group. У Энн и Кирка было два сына, Питер и Эрик. Последний умер в четвертом. Майкл Дуглас, сын Кирка Дугласа от первого брака. Сокурсница Дайан Дилл, на которой актер женился в 43-м, кроме Майкла, также подарила ему второго сына Джоэля. Сидеть и пошли по стопам отца, выбрав кинематограф, но больше всех прославился именно его первенец, который являлся двукратным лауреатом Оскара и получил именную звезду на Аллее славы Голливуда. Байденс лишь на год пережила мужа, который скончался в феврале 20-го, когда ему было 103 года. 23 апреля она отметила свой 102-й день рождения, по этому поводу ее пасынок поделился в соцсети фотографий, на которой еще живы Кирк и Энн, а также сам Майкл с женой Кэтрин Зеттей Джонс и детьми. Кирк хорошо прожил свою жизнь, он оставил для будущих поколений наследие в кино и войдет в историю как известный филантроп, который работал, чтобы помогать обществу и принести мир на планету. Позвольте мне закончить словами, которые я сказала ему, в его последний день рождения и которые всегда будут правдой. Пап, я очень сильно тебя люблю и горжусь тем, что я твой сын, откровенничал тогда Майкл. Ранее в Тбилиси скончался актер Кахи Кавсадзе, прославленный ролью Черного Абдулы в советском фильме «Белые солнца пустыни». Кахи Кавсадзе скончался в первой университетской клинике Тбилиси. Официальной причиной смерти стало осложнение после коронавируса. В ноябре 20-го его конспитализировали с ковидом, однако примерно через месяц он выздоровел и был выписан. Через несколько месяцев актер снова попал в больницу и был перемещен в реанимацию. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое. 27 апреля глава первой университетской клиники Ливана Ратиани предупреждал, что сердце актера может остановиться в любой момент.